Хэви метал в вашей хате! Дорогие, любимые фанаты высоких технологий, с вами снова новостной выпуск! Сегодня мы побывали на локальной онлайн-презентации продуктов Huawei. Некоторые из них мы видели на китайских презентациях ранее, некоторые увидели впервые и главное, поскольку презентация была на понятном для нас языке, мы поняли намного больше, чем обычно. Ну и кстати, про магазин приложений Huawei тоже кое-что узнали. Вот с магазина и начнем. Удивительно, но он развивается. Даже в Украине, где есть проблемы еще и с сервисами Яндекса, команда Huawei по красоте организовала работу с местными сервисами. Поэтому сейчас доступными программами дела обстоят немного лучше, чем обстояли месяц назад. Наши любимые танчики в Huawei App Gallery устанавливаются даже с небольшим бонусом для новых пользователей. Две недели премиум доступа и еще какой-то танк в подарок. Но нас больше заинтересовал даже не ассортимент магазина, а система своеобразного кэшбэка, которую пообещали запустить в этом году. То есть можно будет тратить деньги в этом магазине Huawei, получать бонус из этого и за них тоже что-то покупать в Huawei App Gallery. В общем, Huawei со счетов пока не сбрасываем, компания еще явно помашет старику Трампу известным органом, а значит давайте посмотрим и на планшеты. Планшетов показали целых два. Первый это бюджетный Huawei MatePad T8, который стоит чуть больше 100 долларов, но при этом неплохо выглядит и в принципе подходит для несложных развлечений. У него металлическая задняя крышка, 80% фронтальной плоскости занимает 8-дюймовый экран с HD разрешением и некоторая интрига заключается в процессоре. Это восьмиядерный медиатек MT8768T с ядрами архитектуры Cortex-A53 и графическим ускорителем от PowerVR. Интрига в том, что на канале нашем это редкий гость и нам реально было бы любопытно его погонять. Батарейка у Huawei MatePad T8 тоже оказалась солидная, это 5100 мАч. Работает этот планшет на 10-ом Android и оболочке EMUI 10. У планшета имеется разблокировка по лицу, а также реализован продуманный детский режим. В этом режиме планшет не только следит за самим контентом, который потребляет ребенок, но еще и за тем, как малыш держит сам планшет. То есть проверяется в порядке или осанка, или надо поменять положение, в общем, ну действительно любопытно это будет проверить. Машинка для потребления контента, как видите, получилась очень простая, но при этом она еще и дешевая, и поэтому соотношение цена-качество выглядит многообещающе. Следующий планшет нам уже всем знаком, это флагманский MatePad Pro, наконец-то он добрался до локальных рынков. И здесь, конечно, топчик по всем фронтам. Есть металлический корпус, есть классный экран с поддержкой цветовых стандартов DCI-P3 и HDR10, имеется процессор Kirin 990 и аккумулятор на 7250 мАч. Есть быстрая 40-ваттная зарядка по проводу, также поддерживается беспроводная зарядка и имеется режим реверсивной зарядки. Китайцы умудрились попасть в тренды этого года, поставив в этот планшет качественные микрофоны и динамики, поэтому видеозвонки должны порадовать приятным звуком. Отдельно к планшету докупается клавиатура с островными клавишами, а также Digitizer M-Pencil. Лично нам, и особенно моей дочке, было бы интересно проверить именно это электронное перо в деле. Если помните, у нее получается довольно неплохо рисовать. Слабое место Huawei MatePad Pro это, конечно, его цена. Потому что заплати от 650 долларов за сам планшет, доплати 75 баксов за электронное перо, еще 110 долларов за клавиатуру, в общем, получается довольно солидная сумма. Правда, по предзаказу электронное перо можно получить бесплатно, но, думаю, вы нас поняли. Однако, может быть, такая цена и нормальна? Если вам будет интересен этот гаджет, то мы возьмем его на тест и сами проверим. А еще на презентации показали новые роутеры Huawei, и мы решили, что в этот раз делаем акцент именно на этих девайсах. Ну, просто обычно мы не говорим о сетевом оборудовании, но вот сейчас подумали, а может зря? Если так подумать, то все мы пользуемся роутерами, и в многоэтажках базовые частоты Wi-Fi уже давно и безнадежно забиты. Поэтому, может, пора отслеживать новинки среди роутеров. Вот, например, Huawei AX3, который будет продавать примерно за 100 евро. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 6, то есть обеспечивает более высокую скорость передачи данных, обрабатывает больше одновременных подключений и работает на достаточно свободных нынче частотах. То есть для многоэтажки прям прикольно. Роутер использует четырехъядерный процессор собственной разработки, что изрядно напугает параноиков, которые все еще серьезно относятся к Дональду Трампу. Но мы вот считаем, что конфликт Huawei и США носит скорее коммерческо-политический характер, чем шпионский, поэтому сосредоточимся именно на преимуществах разработки компании. Это мощный сигнал, который добивает даже в дальние углы квартиры, а также поддержка NFC-технологии Huawei Share для бесконтактного и беспарольного подключения смартфонов к роутеру. То есть просто смартфон к роутеру приложил, он на него интернет раздал. Еще будет младшая версия данного роутера, у него будет стоять процессор двухъядерный немного послабее и не будет NFC. Конкретные цены на обе модели будут озвучены позже. И мы напишем их, наверное, уже сразу в сообщество отдельным постом. Вы, кстати, читаете посты в нашем сообществе? Там контент не повторяется с видео. Есть еще Huawei 4G 3 Pro за 110 долларов в эквиваленте. Это роутер со слотом под сим-карту и он предназначен для работы в сложных условиях, когда основной интернет-провайдер работает через пень-колоду. То есть периодически нужно переключаться на мобильный интернет. Если отвалился основной интернет, ну, например, наркоманы взяли и украли кабель. Это, кстати, нормальная ситуация для частного сектора, даже в таком крупном городе, как Одесса. Ну вот, роутер, значит, увидел, что по основному подключению интернета больше нет, взял и сам переключился на 4G. Вот такие продукты нам показали, а мы вам про них рассказали. Ну а теперь, друзья, ваш выход. Если вам интересны роутеры, если интересны новые планшеты Huawei, пишите об этом в комментариях. Что конкретно, в каком качестве, на что обратить внимание. Мы хотим понимать, что вам интересно и брать на обзоры то, что было бы интересно и вам, и нам. На этом откланиваемся. Ссылка на пожертвования каналу, как всегда, в описании. Кнопка подписаться на лучший в мире канал находится там же, где и всегда. Любим вас, обнимаем, будьте здоровы и пока. Субтитры сделал DimaTorzok